Здравствуйте, с вами Светлана и Александр. Здравствуйте. Будет слышно хорошо или нет, я не знаю. Ветер, мы зашли за дом вручную. Ветра не было, а он все равно есть. Тепло, оно все равно на улице. Итак, мы идем к семье, к квартиру, где живут бывшие владелицы. Но она еще не наша по документу-то. Мы собрали документы, отдали риэлтору, и риэлтор теперь будет документы, эти на квартиру, оформлять. Частота сделки, я думаю, будет 99,9. Квартира нам очень понравилась. И, как я уже говорила, квартира выбрала нас. Нас выбрала сама, потому что, когда мы пришли, я почувствовала, что она прям нас затягивает к себе. Владельцы, ну, уже так, почти бывшие, хотя они там прописаны, потому что они должны будут выписаны к моменту подписания, да? К моменту подписания, да, когда уже будем переводить им деньги. Ну, я жду от вас. Да, ну, немножко о квартире, чтобы вам было более понятно. Я жду от вас. Вы посмотрите и скажете, понравилось вам или нет. Хотя я уже знаю, сколько людей, столько и менее. Главное, чтобы нравилось нам, мне, Александру и нашему любимому сыну. Сынули, сынуля, привет. Мы будем, конечно, аккуратно снимать, потому что все-таки они там еще живут. Вот когда мы туда переедем, мы основательно сделаем рум-тур, залезем в каждый уголок, за каждую дверь все вам досконально покажем. А сейчас просто общую такую картину вы посмотрите. Но мы уже созвонились, попросили, если возможно, снять уже для нашего сына, потому что сын у нас не с нами же приехал. А любезно сказали, да, пожалуйста, снимите, но почему нет? Ну, я, опять же, в каждую таксиль не показывала. Когда она будет уже как-либо начать, уже покажем вам. А так я покажу вам, ну, вы уже поймете, что за квартира. Ну, хорошая квартира. Какое ваше будет первое впечатление? Обязательно напишите. Я так уговариваю. Ну, хорошая правда. Брать нам или не брать, да. Мы еще можем отказаться. Да, мы потеряем задаток, но мы еще можем отказаться. Вы спросите, окончательно или нет? Да, окончательно. Но если вдруг как-то Александр все равно мониторит... Бывают непредвиденные какие-то случаи. Нет, нет, я не о том, что ты все равно мониторишь в интернете продажи, купли квартир. Если будет что-то... Вау! Да, мы руку держим на пульсе. Итак, немножко об этой квартире. Это трехкомнатная квартира, как мы и планировали, как мы и хотели. Она сейчас двух. Да. Теперь мы будем жить в трехкомнатной квартире. Восьмой этаж девятиэтажного дома. Общая площадь этой квартиры 62 метра, жилая 44. Гостиная у нас будет 18 метров и две спальни по 13 метров. Получается, жилая площадь 44. Кухня 7 метров. Ну, туалет с ванной раздельно вы это увидите. Они довольно-таки прилично выглядят. В итальянском кафеле разных цветов. Ну, наш любимый голубой кафель в ванной. А розового нет. Зелененький кафель в туалете. Тоже вам покажем. Зеленый у меня любит сестра. В гостиной у нас застекленный балкон. А в нашей спальне будет лоджия. Тоже застеклена, утеплена. Все это вы увидите. Мы постараемся снять. Ну, а сейчас вместе с нами и после того, как мы отснимем, мы еще раз встретимся с вами, обсудим. Пошли. Вместе с нами. Мы поднимаемся. Одели все маски и бахилы. Потому что мы одеваем бахилы, маски. Пошли. Дверь входная. Входная дверь. И из входной двери мы сразу же на кухню. Прихожая. С двери на кухню идем. На кухне дверь. И вот стена кухонная идет. Окно. Сам кухонный гарнитур. Здесь плитка. Плита. Холодильник. Здесь можно поставить... Если я посмотрю от окна, вот такая кухня. Получается. Кондиционер. Он остается. И еще раз покажу от двери кухонной. Я думаю большая. Так. Здесь идет у нас ванная. Ванная. Плиточка идет. Плиточка голубая. Ванная сама. Новая. С ручками, чтобы удобно. И здесь можно поставить стиралку. Стиральную машину. Вот так. И в туалет. Туалет малахитовый. Тоже плитка. Унитаз. Внизу плиточка на полу. Счетчики. Все есть. От входа двери входной идет комната. Комната большая. Без лучшие. Окно. Кондиционер. Вот входим. Здесь можно телевизор повесить. Можно не вешать. Ну, в комнатах нормальной площади. На полу ламинат. От окна показываю. Стена, дверь, шкаф, диван. В принципе, все помещается. Так, прихожая. Прихожая идет прямо. И от зала я покажу вам от гостиной. Так, заходим здесь зал и я покажу зал. Ой, комнату. Комната. и тут идет лоджия. На лоджию я не пойду, но покажу. На лоджии есть место, допустим, для уголка. Есть ящички, чтобы что-то положить. Ну, давайте, открою я. открывается на проветривание. Застекленное все. Потолок. И от комнаты я покажу зал. Вот сюда входит кровать, две тумбочки, столик, но большая. потолок. И от двери еще раз покажу. От двери. И гостиная. Это гостиная. В гостиную тоже войдет стенка или горка, диван. и идет здесь у нас лоджия. Лоджия тоже неудобно открывать, я не буду. Она делана пластиком. Мне кажется, она поуже немножко. Там балкон здесь лоджия. Застекленные, стеклопакет, все здесь, окна новые. Я не суетливо показываю. Нормально? Так, и от балкона комната вот такая вот. Если темно, я сейчас включу свет немножечко. Вот так вот, если поможет. Вот так вот. Ну, в принципе, неплохо. Двери нормальные. Так, здесь у нас ламинат тоже поможет. Нет, линолиум. все. Вот три комнаты, кухня, ванная и санузел. От зала коридор. В коридоре помещается шкаф, тумбочка. Ну, в принципе, нормально, да? Вот так. Все. Ну, показала я вам квартиру. Александр пока беседовал с бывшими хозяевами. Ну, конечно, я понимаю, вы сейчас напишите, что хозяева, они сейчас настоящие, владельцы, не хозяев. Владельцы, они настоящие, вы еще не купили. Но мы уже 20 тысяч задатков внесли, наверное, на коврик в прихожей имеем право. Я шучу, конечно. Жду от вас комментариев. Понравилось? Что понравилось? Ну, конечно, когда мы будем там жить, я вам покажу весь рум-тур уже с нашей мебелью, с нашими вещами. я как бы, знаете, ну, не хотела показывать рум-тур никакой. Возможно, когда мы уже съедем с Тверской со своей квартирой, я покажу вам просто расположение комнат той квартиры. Квартиру мы не продаем, то она остается, там сын не остается жить, он переезжает с нами, просто та квартира остается, но она наша, она и остается. Мы ее, скорее всего, возможно, под сдачу. Вот. Эта квартира мне очень понравилась, Саше, Александру, мужу моему, ему понравилась. Мы сняли и выслали сыну видео. Он так это говорит, ну, неплохо, в принципе-то, но у нас там была двушка, здесь трешка, уже как-то поболее комнат, правильно же? Итак, пишите, что вам понравилось, что не понравилось. Более раскрытое об этой квартире мы расскажем немножко позже. И что мы будем делать, и переезжать, не переезжать, и что будем мы перевозить, не перевозить, все это будет в дальнейших видео. Ждите, смотрите. Пока-пока. С вами была Светлана. Светлана.